Профессия повар развивалась вместе с цивилизацией, так что можно сказать, что это древнейшая профессия. Повар – это человек, который занимается приготовлением пищи в заведениях общественного питания. Старая русская пословица гласит, добрый повар стоит доктора, ведь повару, как и врачу, нельзя быть равнодушным. От того, как накормить человека, зависит и его здоровье, и настроение, и даже производительность труда. Сегодня мы расскажем о Галине Казаковой, которая выбрала профессию повар и считает это своим призванием. Я родилась в Козловском районе. После окончания средней школы в 1978 году я приехала в город Новчебоксарск и решила идти на повара. После окончания Козлов в 1978 году меня направили на работу на фабрику школьного питания в школу номер 3 города Новчебоксарска. Моя работа постоянно требует внимательности, грамотности. Из-за этого я решила идти учиться на технолога общественного питания. Закончила я кооперативный техникум в городе Чебоксары. Поваром я проработала около 20 лет. И вот уже 17 лет я работаю в должности завпроизводства. Повара иногда называют настоящим волшебником, который может из самых обыкновенных продуктов приготовить блюдо, имя которому шедевр вкуса. Ведь повар – это не только человек, который приготовит блюдо технологически правильно и в строгом соответствии с рецептом, а тот, кто любит свою работу, получает от нее искреннее удовольствие и рад, когда результаты его труда восхищают клиентов. Мы разрабатываем всякие новые блюда. Берем из журналов, берем из телевидения и внедряем в свои практики. Я больше люблю заниматься тестом. С тестом я готовлю пироги всякие, булочки. Работа повара, она очень тяжелая. Она требует внимательности, аккуратности. И чтобы всю продукцию выпускать качественно, чтобы клиенты, которые к нам приходят, ушли довольные, сытые. И потом, чтобы благодарили. Вот это мне очень нравится. Иногда вот после обслуживания на второй день звонят и благодарят то, что как все вкусно, как все красиво было. Галина Николаевна считает, что хороший повар должен быть внимателен, аккуратен, организован, должен иметь хорошую память. Все это у нашей героини есть. Это очень ответственный человек. Никогда не подведет. Всегда стремится к лучшему. Никогда не стоит на месте. Всегда ответственно относится к своей работе. Совершенствует новые блюда. Очень любит с тестом работать. Галина Николаевна у нас работает очень много лет уже. В течение этого времени показала себя очень с хорошей стороны. Ее награждали и городскими грамотами. У нее есть грамота Министерства экономического развития. Постоянно мы ее поощряем своей фабрике школьного питания за ее заслуги. Все ее очень любят. Приготовление пищи – огромная наука, которая постоянно пополняется новыми открытиями. Поэтому Галина Казакова всю свою карьеру учится, что и помогает в работе с теми, кто хочет связать жизнь с поварским делом. На протяжении 10 лет мы сотрудничаем с училищем. С училища к нам приходят студенты-практиканты, которых надо обучать своему мастерству, поварскому делу. Они приходят после окончания школы, им нравится очень здесь учиться. Мне самое интересное с ними заниматься, учить, показывать разные блюда, разные новшества. Балуют наши героини свою семью. Вкусные пироги – нередкость в доме Галины Николаевны. «Моя гордость – это мои дети, дочь и сын», – утверждает наша труженица. А матери Галины Казаковой исполнилось недавно 91 год. Радуется она и своим внучкам. Все свободное время Галина Николаевна уделяет семье. Люблю готовить дома. Иногда балую детей всякими вкусностями. Но то, что я постоянно нахожусь на работе, у меня для дома, для семьи времени больно-то не хватает, недостаточно времени. В свободное время летом я люблю заниматься огородом. А зимой хожу с внуками, с детьми в рощу. Там отдыхаем, гуляем. На предприятии Галину Казакова ценят как хорошего специалиста. Она с удовольствием ходит на работу. Ведь это ее призвание – быть настоящим поваром. Очень нравится своя профессия. Я нисколько не жалею то, что я выбрала профессию повара. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова